Библейский портал экзегет.ру представляет Договор, который заключает Бог с израильтянами Который потом дальше будет раскрываться В различных событиях израильской истории Казалось бы, это не первый завет Не первый договор, о котором мы читаем Библию Мы в книге Бытия видели завет с Ноем Видели завет с Авраамом Но они достаточно широки Как завет с Ноем Или достаточно расплывчат Как завет с Авраамом Там мало конкретного было сказано А вот договор или завет, который был заключен В книге Исход, он собственно и становится Сводом правил, кодексом поведения Вообще говоря Тем, что регулирует жизнь всего израильского народа И его отношение с Богом Но прежде чем рассказать о том, что Вот этот завет был заключен Надо ведь понять, откуда он взялся Вот почему и кто собственно его заключал Завет этот договор Когда мы подписываем договор Мы там в самом начале пишем о себе Такой-то, такой-то Прописка или там год рождения Ну, чтобы можно было понять Что за человек вступает в договор Израильский народ А откуда он взялся А почему он собственно с Богом Хочет заключить отношения Какова предыстория этих отношений Почему в какой-то момент Оказывается, что именно этот народ Из всех народов земли Заключает этот договор с этим Богом Хотя есть и другие божества По крайней мере другие народы так считают Вот как это случилось Что они решили договориться Кто был посредником Когда мы подписываем договор У нотариуса Этот нотариус обязательно оставляет Свою печать и свои данные На этом договоре Кто был посредником В заключении этого договора Вот собственно об этом и книга Ее первая часть А дальше будет про заключение договора И содержание договора Первая глава Вот имена сынов Израилевых Пришедших с Иаковом в Египет Ну вот они переселились в Египет И они были такими, такими и такими Дальше называются имена Двенадцати сыновей Иакова Они же собственно родоначальники Двенадцати колен Или двенадцати племен И вот отправная точка С которой это повествование Уже берет отсчет Извлетяне в Египте Их всего семьдесят человек То есть это такая Большая семья Но даже не племя А тем более не народ Иосиф умер Умерли его братья и все их поколение А сыны Израилевы были плодовиты Их становилось все больше Они стали многочисленные и сильные Заполонили всю страну На престол Египта взошел новый царь Который не знал Иосифа Он сказал своим людям Смотрите как много стало сынов Израилевых Они сильнее нас Надо что-то придумать Чтобы их не стало еще больше А то если будет война Они соединятся с нашими врагами Поднимут восстание И уйдут из нашей страны Несколько нелогичное у него высказывание Он сначала боится Что израильтяне уйдут из страны Потом он наоборот Не захочет их отпускать И потом выгонит То есть одновременно он Как будто хочет их сохранить Но не хочет чтобы они были Такая пятая колонна Да Как это называется Теперь То есть потенциальные Мятежники Потенциальные пособники врагов Казалось бы Если так Да выгни их ты сам Ну вот Не будет больше в твоей стране Таких людей Но Как-то жалко Все-таки это людской ресурс И что-то вот Они дают хорошее А зачем вообще Вот эта история здесь Ну какая разница Что там было после смерти Иосифа Книга Бытья заканчивается На очень положительном опыте Пребывания в Египте Да Израильтяне Вот еще Это небольшая семья Из 70 человек Они Находят там спасение от голода Они договариваются с фараоном А тут вдруг все оказывается плохо То есть Завет-то заключен Не от хорошей жизни Не от того, что Вот жил какой-то народ Потом Сказал сам себе Всего у нас хватает А вот с Богом Мы как-то Не чувствуем связи Давайте эту связь установим Да Заключим с ним завет Нет Совершенно нет Живет какой-то народ И у него все плохо Очень плохо Он с этим не справляется И тогда он вспоминает о Боге Но в жизни людей Так оно обычно и бывает Чтобы изнурить сынов Израилевых Тяжкими работами Египтяне поставили над ними Надсмотрщиков Заставили строить для фараона Два города со складами Питом и Рамсес Ну такие города Которые не столько для жизни Сколько вот как базы Там для войск Для продовольствия Для еще каких-то нужд Вот хозяйственные скорее города Такие опорные базы И конечно Египет это страна И в книге Бытия Мы об этом читали В которой в общем-то Все принадлежит фараону И в данном случае Два города со складами Тоже его И логики у фараона И дальше будет Совсем-совсем немного Однако чем сильнее Притесняли сынов Израилевых Тем больше их становилось Ужас перед ними Охватил египтян Они стали безжалостно Принуждать сынов Израилевых К тяжким работам Они превратили всю жизнь сынов Израиля В горький и тяжелый труд Теми сили глину Делали кирпичи Трудились в поле Их принуждали к этим работам Без всякой жалости То есть смотрите Страх порождает злобу Очень частая история Египтяне на самом деле Боятся израильтян И поэтому хотят Их всячески изничтожить Казалось бы Можно с ними договориться Нет Если они полезны Если их используют На строительстве То можно потерпеть Эту опасность А если прямо Они ужасно страшные То можно их прогнать Но Логичности Вот в этом государстве Крайне диктаторском Ждать не приходится Египетский царь Велел повитухам еврейкам Одну знавались Шифра Другую Пуа Когда будете принимать Роду евреек Смотрите кто родится Если мальчик Убивайте А если девочка Пусть живет Но повитухи боялись Бога И потому не слушались Царского приказа Оставляли мальчиков Живых Если они там работают Причем На стройке В поле работают Мужчины Наоборот Нужно больше мальчиков Но вот эта Шизофреническая Позиция государства Одновременно Параноидальная Они боятся И поэтому Они противоположных Вещей хотят Чтобы евреи На них работали И чтобы евреев Не было Заставляет принимать Какую-то Очень жестокую Такую практику Смотрите Причем Государство Не берет на себя Ответственность За прямое убийство Детей Государство Говорит Вот вы дайте По-тихому Поветухи Принимаете роды Умерщвляете детей Скажите Мертвый родился Да Ну потому что Никто не хочет Выглядеть плохо В том числе Египетское государство Всегда Грязная работа Ответственность за нее Перекладывается На исполнителей Не торопитесь Исполнять Поветухи Не торопились Потому что Боялись Бога Да И находили способ Обмануть свое Начальство Царь вызвала К себе И спросил Почему вы Оставляете Мальчиков В живых Еврейки Не египтянки Отвечали фрау На Поветухи Они крепкие Поветуха Прийти не успеет А еврейка Уже родила Ну то есть Нет того момента Где они могли бы Убить Новорожденного И сказать Что так оно и было Что они Невиновны Ведь и Поветухи Не хотят Выглядеть плохо Да Но только они Перед Богом Не хотят выглядеть плохо И план не работает Очень часто Жестокие какие-то Замыслы и приказы Не исполняются Или исполняются Спустя рукава Поэтому На самом деле Жестокость не проходит То есть У человека есть совесть Вот с самого начала Мы это читаем В этой истории Но закона еще нет Вот почему бы Не оставить эту совесть Одну Вот у людей же есть совесть Они не хотят Убивать новорожденных Младенцев Наверное Большинство людей Которым предложат Убить новорожденного Младенца с негодованием Откажутся Ни в коем случае Этого делать не станут Нужен ли закон Который бы об этом говорил Все равно И закон не все будут соблюдать Посмотрим что дальше За это Бог воздал Поветухам добром То есть да Без закона Тоже работает Они ведут себя По какому-то Вот Нравственному чувству И Бог их за это награждает Да Хотя никакого Закона еще нет Народ же Израилев становился Все многочисленнее И сильнее За то что Поветухи боялись Бога Бог даровал И к семействам Благоденства Еще раз это уточняется Тогда фараон Отдал своему народу Такой приказ Всех мальчиков Которые у них родятся Бросайте в Нил Девочек Оставляйте в живых Почему? Ну потому что Девочка Женщина В древнем обществе Не самостоятельна То есть она сначала С родителями Потом она Выходит замуж И она становится Женой своего мужа То есть Ну их можно перевоспитать Их можно переделать Каких-то наложниц Или даже ассимилировать А мальчик Потенциальный мужчина Потенциальный борец За свободу Поэтому здесь уже Не удается Государству Вот перевалить Эту задачу На каких-то Вот этих Еврейских поветух Приходится Своим собственным Египтянам Отдавать такой Жестокий приказ Будет ли он Исполняться? Ну наверное По случаю с поветухами Мы уже поняли Что не очень И вторая глава Нам более подробно Об этом расскажет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!